Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это студия Центра защиты Одесситов, проект, который выходит в прямом эфире на Первом городском, и я его ведущий Алексея Сауленко. В нашей студии мы говорим о городских проблемах и ищем варианты их решения. Сегодня не совсем обычная тема, мы будем говорить о взаимоотношениях с нашими соседями. Ведь получается часто так, что вместо милых, хороших людей, как мы привыкли, попадаются люди, которым плевать на ваши хорошие отношения, которые нарушают закон и не реагируют на ваши просьбы. Чтобы разобраться в этой ситуации, мы пригласили в нашу студию экспертов, с которыми мы и начнем обсуждение после вводного сюжета. Соседи не выбирают. С неадекватными людьми за стеной сталкивался каждый, кто жил в многоэтажке. Можно взять любой район. Вот, например, улица Добровольского. Пьяный мужчина хотел попасть в собственную квартиру, но домой его не пустили. Гибошер решил залезть в окно. Стекло разбил булыжником, при этом осколки упали прямо на детскую кровать, которая стояла возле подоконника. Убери его чуть-чуть. Так и шо, когда-то мне встать. Хочешь раздену? На, смотри. Раздеть? На, я разделу. Что ты, блядь, уже с*** у всей красе видел. Добровольского стола. А вот такие сцены можно было полтора года назад регулярно наблюдать в жилом доме Нагайдара. Женщину в желтой майке в окруде уже все знают. И не с лучшей стороны. Но чаще дело доходит до драки. Взял меня как заживую мишень. И на меня были нападения вот первого числа и второго. Ребенок пытался меня защитить. И хорошо, что его девушка забрала вовремя, потому что, то есть, она собралась уже отбивать его ногой. Я вот хожу сама строго в магазин. С детьми я не выхожу. Уже три дня на улицу. Я боюсь за ихнюю жизнь, за свое опасаюсь. Местные жители выходят во двор только самодельными средствами защиты. Палками, газовыми баллончиками или хотя бы с ракетками для бадминтона. Сама буйная соседка много пьет и ведет аморальный образ жизни, говорят пострадавшие. Вместе с ней живут бабушка и маленький ребенок. Двери открывают только после долгих уговоров. Но мать женщины явно против общения. Я сейчас куплю ваши препараты. Только попробуйте. Вот он. Тихо. Ты что, ты что, ты что, ты что, вы пришли ко мне воровам. Ворами я тоже пришла. Вы ворами пришли ко мне. Ворами пришли ко мне. Ирина, так зовут скандально известную женщину, уверяет, соседи все врут. Все совсем наоборот. Она только защищается. Это окружающие ее бьют и провоцируют. Это муж председателя. А за что? Потому что она сказала, что мой ребенок больно раков. В квартиру к ребенку Ирина нас не пустила, но заверила. Четырехлетняя девочка живет в прекрасных условиях. У меня ребенок здоровый, ухоженный, дохоженный. Все нормально. У него все есть. Вещи, игрушки. Вы что, не видите меня? Вы сомневаетесь в этом или что? Нет. Другие не буйствуют, но разводят необычных домашних животных. Это видео снято в 2014. На Сегетской в одной из пятиэтажек женщина обустроила пасеку. Прямо на балконе. Соседи явно не в восторге. Вниз падают дохлые пчелки. Ребенок одну пчелку нашел, второй. Говорит, а что это такое? Сидит наша соседка и говорит, откуда эти пчелы взялись? Непонятно. А потом мы когда начали наблюдать, мы увидели, что там стоит улей. Что эта женщина по всей вероятности лечится этими пчелами. Так как она очень нездоровый человек. Куда жаловаться на буйных соседей? Можно ли привлечь их к уголовной или криминальной ответственности? Или проще переехать в другой дом? Разбираемся в студии Центра защиты одесситов. Представлю наших гостей. Павел Денькович, командир 3-го батальона патрульной полиции Одессы. И Евгений Иванченко, юрист. Наверное, первый вопрос, Павел, к вам. С какими ситуациями вам приходится чаще всего сталкиваться? По каким вопросам люди вызывают вас? Ну, только в таком ключе с соседями именно конфликтные ситуации. Если брать саме такие ситуации, когда вызывают соседей, то, конечно, в первую очередь, это мова идет про какие-то семейные сварки, мабуть, так? Если говорить про какую-то статистику, то это, мабуть, самая большая количество вызывов и есть вообще на лініи 102. Например, в квартире гучно грає музыка, бьется посуда, неймоверные крики, как дружины, так и детей, так и человека. И, конечно, в первую очередь, соседи вызывают сам по таких причинам полицию для того, чтобы разобраться. И потом можно идти уже по нарастающей. Так, это або гучно грає музыка, соседи обовязково вызывают, потому что самі не могут достукатись до своих соседей, не могут до них докричаться. И будь-якие элементарные проблемы на побутовом уровне. Например, как уже видели, так выше из ролика, были ситуации, тоже неймоверная количество котов одна хозяйка держала в хате. Действительно, патрульники, когда приехали, просто их неможливо было перечислить. Они абсолютно всюди. Это просто неймоверный запах. А как разрешилась та ситуация с этими котами? И котов вроде жалко. И человека, который их приютил, вроде тоже можно понять, где это. Но соседи? Людина, небо, занимается так хорошою, доброю справа, она абсолютно всех бездомных котов бере до себя. Но, с другой стороны, тут мова йде про какие-то благоустройки, правильно, или нет? Для дома это, наверное, ситуация очень критичная. В том, это и справа. Это просто ужасная ситуация. Все материалы просто передаются в отдел полиции, все материалы передаются до відповідных активистов, чтобы або разобрать этих котов где-то по каких-то закладах. Приюты другим людям. Но конкретно, кстати, в этом случае что произошло? Конкретно в этой ситуации хозяйка пообещала, что она пороздаёт просто-напросто этих котов. Если брать конкретно... А после этого люди к вам больше не обращались? При моей памяти больше таких викликов не было. Скажите, вы еще первым назвали это семейные какие-то разборки. Что там происходит? Я так понимаю, что если в квартире ругаются два человека, а вызывают соседи, и вы приезжаете, то ничего, наверное, не может произойти? Или как-то вы можете повлиять на ситуацию? Иде виклик на линию 102. Если у нас есть семейная сварка, то, конечно, в большинстве случаев обовязково поведомление дают соседи. Потому что сама, или дружина, или дети не могут взять на себя такой ответственности. Дают звонок соседи на 102. Экипаж патрульной полиции приезжает и связывается с заявником. Заявник сообщает, что там в тей квартире вот есть такая проблема. Только мы подходим под квартиру, действительно, бачим, что ситуация критичная. В кращих випадках завжди, звичайно, эти люди открывают двери. Если открывают двери, если мы действительно бачим, что мае место быть семейная сварка, если мы бачим, что действует семейное насильство по отношению к будь-якому члену семьи, то обовязково патрульный полицейский... Это следы насилия какие-то? Что? Если есть следы насилия, например, физического характера, следы побоев и тому подобное... Это же женщина в синяках, грубо говоря. Тут же обовязково всей женщине нужно снимать побои, вертаться в лекарню, и тут же даже иди криминальный... А если она говорит, что нет, все в порядке, он просто сейчас выпил, он у меня хороший, и прячет его за себя, и не буду на него писать заявление. В том и вся проблема. Я думаю, что это основная проблема. Родственники вряд ли пишут друг на друга в таких ситуациях. Наверное, когда даёт выклик, например, сама дружина, мы приезжаем, по сути, разбираемся, что нам нужно. Нам нужно заявить цей дружины для того, чтобы скласти соответствующий административный материал. Без ее заявления ничего не произойдет? Абсолютно ничего. То есть только предупреждение, если деретесь, то потише? Самое основное, что мы можем сделать, это как стихомирить этих людей, попередить их, что не нужно так делать, сделать, то есть какие-то профилактические заходы. И сообщить соседям, что это все, что мы смогли сделать на данном этапе. Хорошо, следующий вопрос, давайте, Евгений, вам задам. Скажите, вот по таким ссорам с соседями, как часто обращаются к вам, может, к вашим коллегам? Вот ваше видение этой проблемы. Смотрите, на самом деле, ссор, друга, они очень много в городе. Я думаю, в каждом, наверное, доме есть такие соседи. Каждой хате по лопатике. Активные, скажем так, которые постоянно приезжает полиция, наряд полиции, и пытается их утихомирить. Вот было сказано о том, что если полиция приезжает, заявления нету, в общем-то, нету дела, фактически. Но другие соседи же страдают от этих криков, постоянных ночью, или пьяных. Пожилой человек страдает, и там постоянно это происходит, и ничего не меняется. Его действия? Пожилой человек, по сути, обязан вызвать полицию, если он считает, что его покой нарушает, и зафиксировать этот факт. То есть полиция выезжает по 102, и, допустим, соседи, которым мешают эти люди, они должны написать заявление, должны зафиксировать, что действительно такого-то числа имел место факт такого правонарушения. Если же тут будет прослеживаться система, ну, хотя бы более двух раз, ну, можно тогда обращаться уже в суд, можно писать в администрацию, для того, чтобы принимали какие-то меры. То есть когда приезжает наряд полиции, грубо говоря, нужно настоять о том, что примите у меня заявление? Ну, полиция в любом случае примет заявление, если человек согласится его дать. А для человека, чем хорошо, он фиксирует факт правонарушения. То есть он будет говорить, что действительно такого-то числа приезжала полиция на ряд, я их вызывал для того, чтобы они утихомирили дебоширов каких-то. И может подтвердить. Вот у меня есть заявление или номер, внесенный в реестр регистрации заявлений, о том, что действительно я обращался, я просил отреагировать, я фиксировал этот факт. Полиция же, естественно, принимает заявление, и мы можем даже потом обращаться в суд, вплоть до того, если тут прослеживается какая-то система, можем требовать как компенсацию морального ущерба, так и если, не дай бог, какие-то крики там, не знаю, влияют на здоровье. Есть люди разные, допустим, если это системно все, у кого-то может разладиться нервная система. Но это надо потом как-то доказать с помощью врачей, медицинские учреждения. Это, естественно, надо обращаться уже в медицинские учреждения, получать справку, устанавливать, вследствие чего там было нарушение здоровья. Ну, то есть, так же, как мы до этого говорили, по поводу большого количества животных в доме. То есть, понятно, что в одном доме у кого-то может быть аллергия, допустим, на котов, да, и опять же на здоровье человека может повлиять. У меня аллергия на котов, я бы вообще прочувствовал ситуацию прямо на себе. Поэтому в таком случае, не дай бог, конечно, если попадаете в такую ситуацию, да, нужно фиксировать, ну, во-первых, через полицию, что действительно в этой квартире, в вашем доме находится вот это вот высшедшее количество. Скажите, есть какой-то, например, минимум заявлений, там, 2, 3, 5, чтобы уже спокойно потом подавать в суд и быть уверенным, что ты это дело выиграешь? Смотрите, достаточно для суда, достаточно и одного заявления. Но надо подтвердить, что действительно был факт, вот, там, не знаю, большого количества котов, да. Ну, если это жилой дом, есть соседи, которые могут подтвердить. То есть, есть свидетели, которые могут написать заявление общее, подписать, и подтвердить, что действительно там в квартире номер один у Тамары Ивановны, допустим, да, проживает приблизительно 150 котов, которые, во-первых, непонятно, они прививаются или нет, есть документы на этих котов, то есть, в каком они состоянии находятся. Не дай бог, они там чем-то заражены, и это все, вот, ходят, дышат люди и заражают дом. Ну, есть также правила благоустройства города Одессы, есть санитарные правила, которые обязаны жильцей соблюдать. Если они их нарушают, то люди могут и должны обращаться в администрацию для того, чтобы они, в первую очередь, принимали меры. Есть у нас горсовет, который тоже должен реагировать. Ну, и балансы утримывать. Это ЖЭКИ или ОСМД сейчас по-новому. То есть, в любом случае, мы говорим о том, что люди должны обращаться и фиксировать факт правонарушения, нарушение своих прав. А потом мы можем уже обращаться в суд. То есть, чем больше таких фактов зафиксировано, тем больше удобнее потом. Потом, если в суде будет доказать то, что был такой факт. Скажите, давайте мы сейчас проговорим, сколько нужно денег, чтобы в суд подать этот иск. Какая сейчас там цифра? Просто для людей, потому что многие говорят о том, что дорого, никто не хочет судиться, потому что мы ничего не отсудим. Плюс еще надо и деньги платить. О каких деньгах идет речь? Вот, например, соседка с котами. Вот она там. Надо тогда установить все-таки размер. Если это финансовый вред, причиненный, допустим, на лекарства люди тратились или еще что-то. Цена иска будет, точнее, госпошлина от цены иска будет составлять процентное соотношение. То есть, мы можем потребовать 50 тысяч морального ущерба. И тогда иск будет стоить? Ну, если не ошибаюсь, там где-то... Какой процент? Чуть больше тысячи гривен будет госпошлина. То есть, 2%? Если же... Я точно не могу вам сказать, сколько, но больше тысячи гривен. Но есть иск, который по защите прав потребителей. То есть, мы будем обращаться и просить все-таки суд прекратить или обязать сторон прекратить неправомерные действия. То есть, без возмещения какого-то ущерба, если его не было, допустим, фактически, соседи там буянят, возмущаются и так далее. То есть, мы просим суд обязать их прекратить. Ну, суд, понятно, выносит решение, чтобы были противоправные действия. И с этим решением мы потом можем обращаться уже с иском на возмещение какого-то морального или материального ущерба. Скажите, а как долго рассматриваются такие дела? На практике? На практике это может затянуться на год, может чуть меньше, может больше. Нет, подождите, вот вы сейчас это сказали, и мы отпугнули очень многих людей от этих разборок. И все поняли, что на какой год я от этих котов... Я так буду чихать, что я этот год не протяну. Ну, смотрите, на практике, в принципе, может затянуться на 2-3 месяца. То есть, мы подаем иск, где-то заседание, ну, минимум 2-3 заседания должно быть. То есть, ну, это все равно где-то 2-3 месяца, ну, минимум будет рассматриваться это дело. И насколько оно быстро и качественно мы получим ответ, не ответ, а решение суда, которое нам необходимо, это уже будет составлять та база, которую мы зафиксировали. То есть, обращение в полицию, заявление, фиксация фактов правонарушений. Если суд установит, действительно, посчитает, что были нарушены права жильцов дома, тогда он будет принимать уже меры, а не просто откажет в иске вообще. Можно добавить еще, так, по отношению к заяву, там, чуть-чуть добавлюсь, если, например, идет виклик той же самим від соседей про семейную сварку, заяву обовязково, в обовязковом порядке мы даже должны принимать от того самого соседа. Сосед в заяве каже, что постоянно сварки, крики и т.д. и т.п. Обовязково мы принимаем эту заяву, и мы надслаем ее в отдел полиции, и там же региструем ее обовязково, и там же отдел полиции передает эту заяву дільничному инспектору, который работает на этой территории. И дальше дільничный инспектор тоже может как-то уже варюювать эту ситуацию, або в ЖЭК звертаться и так далее. Так же инспектор полиции может так же свой рапорт подписать, что действительно прибули на месте, мала место подъя сварка, проте дружина відмовилась писать заяву на своего человека. И этих материалов, как раз, чем больше и больше, мы докладываем все до одния кубка, и дейсно, возможно, оно кому-то поможет в том самом суде. Это самая ситуация относительно кошек. Приехали, дейсно, соседи зібралися, там так, пять мяшканців в одного будинку, одного подъезда, чи весь подъезд, написали заяву, и, звичайно, потом же им будет простейше всему самому суду что-то добиваться и что-то вымагать, или выслать этих кишек, не знаю, или разом с бабушкой их выслать, или что-то делать, или что-то делать, и соответствующие вещи. Скажите, а если, например, вот составили заявление, передали потом информацию участковому, он должен был разобраться, не разобрался? Согласитесь, такая ситуация. Давайте смоделируем ее. Не разобрался. Что людям делать дальше? Такая ситуация может иметь место, так. Что дальше делать? Не прекращаются, так, например, эти события, будь-який из событий. Обовязательно еще раз викликать, викликать, фиксировать, фиксировать. Звертаться на 102, звертаться до юристов, звертаться в ЖЭК, выходу. Смотрите, вы приезжаете, вы обязательно требуете, чтобы написали заявление, или есть случай, когда вы приехали, и люди ничего не написали, и так и разошлись? Вы обязаны составлять такое, принимать такое заявление, или это как уже по настроению людей, как они считают? Если люди отказаются просто-напросто, мы не можем их заставить. Вот и все. Вот мы просто викликали, чтобы вы подивились, но мы не хотим писать заявку. Вот эта позиция, конечно, весьма странная. Для того, чтобы не испортить отношения. Нет, если вызвали уже полицию, как не испортить отношения? Таких случаев очень много. Ты же сосед, не обижайся, да, мы вызвали полицию, не будем писать заявление, ты на нас не обижайся, главное. Но полицию мы уже вызвали. Такие случаев также есть, и эти люди, которые вызывают, бывает, что они также хотят оставаться анонимными. Они, например, даже не выходят, дали просто телефонный звонок, ты приехал, увидел, что действительно есть какие-то правопорушения, и ты связываешься с заявником. Я же понимаю, что вы же не поворачиваетесь, не уезжаете, даже если это анонимный звонок. Нет, конечно, если семейная сварка, например, та самая, повторюсь, обовязково действует, обовязково. Но было бы простейше, знову ж таки, заява от заявника, кто подал, кто подал на 120 заявок, какие-то пояснения от него, что действительно частково, стабильно, вот тут есть порушения такие-то, такие-то в данном доме, в данном педите. Ну, на 102 это точно фиксируют и фамилию, и кто вызвал, и вся эта информация есть на 102? Не обовязково, идет просто, например, поведомление анонима, и номер телефона, и все. И вы все равно отрабатываете? Обовязково, а потом просто-напросто ты або в процессе того, когда рухаешься на выклик, або уже безусловно на месте, свертаешься с заявником, або она не берет трубку, або говорит про то, что я не хочу выходить и давать какие-либо пояснения. Вот, будь ласка, реагуйте. Мают место и такие події. Хорошо, ну вот не захотел представляться, то есть вы отработали и просто уехали, вы должны же как-то все-таки с человеком, который вызвал, наверное, связаться, что-то объяснить, рассказать. Вот мне эта ситуация не совсем понятна. То есть вы вызвал непонятно кто, потом не нашелся, решили ситуацию, не решили, понимаете? Когда никто не контролирует, была ли решена ситуация, то и результат, мне кажется, очень сомнительный. А в том и справа, что контролируют, и очень непогано. Проблема в том, в чем? Ты приезжаешь и в первую очередь начинаешь разбираться, чи действительно має место вот это правопрошение, про которое указывает заявник. Например, он обязательно указывает, что там квартира такая, педис такий. Ты приходишь, действительно, гучно играет музыка. А потом, для того, чтобы так скласти материалы, соответствующие, нужно тебе вот этот заявник, не выходи на связок. Но ты можешь опитать так же суседей, например. А чи часто это еще случается? А чи, возможно, вы хотите написать, дать какие-то пояснения, написать заяву и тому подобное. Поэтому обязательно информация проверяется. Обязательно, даже если ты приехал на место и нет того самого заявника, но ты видишь правопорушение. Обязательно патрульная полиция реагирует. Скажите, а вот, наверное, это к вам вопрос. Если были такие анонимные вызовы на этот адрес, эту информацию потом можно как-то получить? Что вот человек обращается в суд и говорит, я обращался там 10 раз. Я там не писал заявление. Заявление предоставить информацию. То есть это все равно считается как обращение? Может быть использовано в суде? Конечно, конечно, может быть использовано. И вы говорили до этого, если, допустим, участковый вышел, провел какую-то работу, ну, в общем... Никакого результата это не дало. Жалоба. Тогда мы пишем жалобу в полицию. На участкового. Да. Пишем о том, что он не провел необходимых мер, ряда, как мы считаем. Дело в том, что это же на наш взгляд не провел. Может он что-то там и провел, просто там сосед жену не перестал как бы лупить. А так он разговаривал с ним и тот ему обещал. Ну, обещал, но результата нет. Хорошо. А вот теперь вопрос. Да, вы написали жалобу. А что происходит? Как должны наказать этого участкового? Или какие изменения должны произойти? Или какая-то другая начинает инстанция заниматься этим вопросом? Что происходит после этой жалобы? Ну, полиции... Я думаю, это вопрос больше полицейским, да, что проходит. Ну, проходит проверка. То есть должны проверить факты, какие действия участковый осуществлял для решения этой проблемы. Вот. И какие у него есть результаты? Можно, так? Не буду зараз говорить конкретно про участковых. Так буду говорить про патрульную полицию. Например, выехал на место, информация пошла и... Звертается потом громадяне в управление патрульной полиции, что вот был экипаж, ніяк не реагировал. И пишет жалобу на это. Если он пишет скаргу, действительно, то у нас есть ответный отдел мониторного, он проверяет абсолютно всю информацию. И он может подавиться по трекеру, чи выезжал туда патрульный полицейский, взагалі, чи он ввел оману всех и не выезжал. Нет, патрульный, да, участковый. Участковый, как отработал эту информацию? Он участковый же не проверил. Знову же таки, идти в отдел полиции и писать скаргу саме на участкового. Я надеюсь, что просто там действительно что-то происходит, потому что, наверное, в цивилизованных странах, если идет такое обращение и ставится под вопрос качества работы сотрудника, то, наверное, какие-то изменения происходят. У нас происходят ли они? Конечно, под большим вопросом. Давайте сейчас мы должны уйти на рекламу, после этого продолжим обсуждение. В студии Центра защиты Одесситов говорим о взаимоотношениях с соседями. И самый частый вопрос, с которым звонят нам на телефон горячей линии 709-1010, это затопили соседи. Это, ну вот, по конфликтам с соседями, это, наверное, процентов 70-80. И какой-то механизм четкий, так, чтобы затопил, доказали, получили компенсацию, он отсутствует. Вот мне хотелось бы узнать у вас, например, очень часто происходит так, что квартира закрыта, попасть невозможно, нас затапливают, какие действия, почему полиция не открывает. Вот сейчас объясните людям, как действует, что может делать полиция в этой ситуации, и что должно после этого происходить, всю процедуру вот эту вот. Проникнуть до житла, так, проникнуть до чего житла, який является приватной власностью особи, просто так, звичайно, полиция и не может. За это досить суворо карается сам полицейский, за это предбачена криминальная ответственность, так. Ну, знову ж таки, если у нас есть так называемый форс-мажор, вот есть такая ситуация, когда, действительно, затопливаешь, ты приехал на место, побачив, действительно, с верху соседей, просто уже ситуация критична, скорость цена обвалится. Можно, звичайно, открыть эти двери. Каким чином? Обязательно, должен быть представитель жертв. Кто открывает? И каким образом открывается дверь? В большинстве случаев было бы непогано, чтобы специальную службу открыть дверей, чтобы никаким чином не повредить. Конечно, конечно. А сейчас как происходит? Соседи же могут и выломать, если у них ремонт только сделали месяц назад. Ну, соседи выломают, так, и это будет чуть-чуть печально для соседей. И уже соседи пойдут? И уже соседи будем. Саме так. Тому-то в большинстве случаев хотелось бы, чтобы выкликали этих людей, которые открывают двери, без каких-либо проблем, и без каких-либо пошкоджений для этих дверей, так? То есть человек, которого затапливает, он вызывает полицию и вызывает эту службу, которая должна открыть? Саме так. Ну, я так понял, что полиция этого не делает. Потому что это стоит каких-то денег, а, наверное, с этим связано какая-то проблема. Полиция выкликает сама этих людей, но, снова же таки, они берут за это соответствующие деньги. За чей счет банкет? И ситуация в том, что нужно оплачивать. Кто должен это делать? Если полицейский на каждый такой выклик начнет с своей кишени, так, оплачивать эти потребности, то это будет беда. Поэтому мы должны сейчас порекомендувать людям, как нужно поступать в этой ситуации. Представитель ЖЭКа. Саме так. Вы? Мы обязательно вызвали дельничного офицера полиции, который обслуживает саме так данную территорию. А в выходной день вы найдете его? Конечно, конечно, он может, в принципе, даже по гражданцам прийти в выходной день, если необходимо. Нет, тут же проблема не по гражданке. Главное, тут факт присутствия. И, обовязково, патрульный полицейский вмикает камеру. Это все фиксуется на видеозаписе, так, чтобы потом не было никаких претензий до патрульного полицейского. И тогда, в принципе, можно работать. Ну, снова-таки, такая ситуация очень слезка, так, и чтобы потом патрульного не звернувать, лишь он проникнул незаконно в чусь приватную властность. Потому что прийдет тот самый властник через 5 часов и, снова-таки, будет писать скаргу на того полицейского на каких-то подставах. Хотя нам, так, закон Украины про нацполицию предбачает, что мы можем без мотивованного решения суду проникнуть до житла в умовах стихийного лиха. Так, например, и, ну, там еще галочка, там, для врятувания каких-то вещей, этих документов. Угроза жизни, наверное. Саме так. Но, снова-таки, чинается, да, за грозой, когда там стена на кого-то обвалится. Чинается стихийное лихо. Например, можно уже так говорить в кавычках, когда мы уже просто затопливаем непонятно, який день, який период того соседа. Поэтому вот такая ситуация. Скажите, составляется какой-то акт? Что происходит? Вот все зашли, все зашли, соседи зашли, полиция даже. Все зашли в квартиру, в которой есть материальные ценности. Наверняка, хозяин вообще не очень в восторге, если зашло там 10 человек. Что должно быть после такого посещения? Должен быть акт, где указаны эти все люди, которые заходили? Что? Расскажите. Вот тут уже дальше все залежит и от самого дельничного офицера полиции, так как и он складывает соответствующие материалы, что действительно проникли, действительно выявила такая ситуация, действительно там трубы порвали, или что-то не имеет значения. И обовязково рапорт от працівника полиции. Детальный рапорт абсолютно из всей ситуации. Кто отвечает из всей этой комиссии? Кто несет ответственность за посещение этой квартиры? Отповидают, может быть, абсолютно все, потому что там и працівники патрульной полиции. Нет, нет, все это никто. Все это никто. В том и справа. Нет, должен быть кто-то главный в этой группе товарищей, которые зашли. Который должен сказать, все там стоят, зашел там сантехник, а вы там стоите. Сантехник там и полицейский с включенной камерой. Да, вот так да. А если все разбрелись по комнатам, то это, наверное, тоже не очень радует человека, у которого что-то прорвало, но, наверное, он тоже не заинтересован в этом заходит. На месте вот этого патрульного полицейского, который будет спостерегать за тем, чтобы никто ничего не забрали. Звичайно, мы туда не запустим 7 человек, которые разведутся по всех квартирах, где что делается. Пришел, да, сантехник той же, и побачивает, что прорвало какие-то трубы, например. Все, дальше кухни никто не идет абсолютно. И как раз патрульный полицейский на месте для того, чтобы контролировать вот эти все действия. Для того там та камера, чтобы контролировать уже действия инспектора полиции, понимаете, вот такая вот ситуация. То есть хотите что-то добавить? Да, я могу добавить немножечко своего личного практического опыта. Давайте. У меня была практически такая же ситуация. Вы были снизу или сверху? Я был снизу. Снизу. Топили меня. А я топил уже соседку снизу, и мне позвонила соседка уже через инженера дома. Полицию никто не вызывал, потому что полицию вызвать, ждать, пока полиция приедет. А ключи были от квартиры? Или поломали просто? Нет. Может, не надо рассказывать этого? Дело в том, что меня топили сверху, и топили еще шесть этажей сверху. А. Вызывать полицию, чтобы полиция открывала каждую квартиру, ну, не имело смысла, потому что это время достаточно большое, а ремонт уже портится уже прямо сейчас. И сильно. Обращаемся, если это ОСМД или Дома управления, можно просто перекрыть воду. ОСМД это проще, мне кажется, что все-таки там сразу на связи все находятся. Есть ЖЭКи. Где-то еще пооставались ЖЭКи, и должны быть сантехники. ЖЭКи очень еще пооставались. Если это старые дома, обычно на самом верхнем этаже у людей есть ключи каких-то от подвалов или так далее. То есть можно перекрыть воду. Ждать полицию, чтобы она зафиксировала то, что полное разрушение, ну, я не вижу смысла. Как было в вашем случае? В моем случае обращался в дом, перекрывали полностью все этажи, и до шестого этажа установили, что там где-то шел. Сантехник отключил просто воду на дом? Да, отключил полностью стояк, вот, и разобрались все-таки в какой квартире. В какой квартире ходили технично, стучали там инженеры, все квартиры разбирались, кто кого затопил. Ну и в какой квартире, скажите, хозяин квартиры понес какое-то наказание? Хозяин квартиры находился где-то в этот период. Я думаю, что этот вопрос интересует больше всех. Ну, дело в том, что у меня на тот момент был ремонт, поэтому мне компенсировать особо нечего было. А люди сверху, я не знаю, обращались они или нет. Но хотел бы обратить внимание, как фиксировать. То есть если, допустим, не дай бог, мы приходим в квартиру и видим, что у нас с люстрой течет вода, мы должны вызывать представителей дома, ЖЭК, это ОСМД или другая любая организация, которая обслуживает, и составлять акт. Дальше мы считаем материальный ущерб и опять же обращаемся в суд. Друзья, а кто считает материальный ущерб? Естественно, если хозяин считает материальный ущерб, он может быть слегка завышен. Ну, можно привлечь тогда экспертную услугу. А есть такие в Одессе компании, которые специализируются на этом? Просто я ни разу о них не слышал, поэтому спрашиваю у вас. Есть строительные фирмы, которые могут прийти и дать свое заключение, посчитать смету сделать по ремонтным работам. И приблизительно просчитать, ввиду чего именно произошло вот это разрушение. От затопления, которое произошло на сегодняшний день, или там дом был полуразрушен еще до этого, за много лет, и поэтому какая компенсация. Вот. Считается фактическая, фактическая, допустим, строительная эта группа может просчитать затраты какие-то для восстановления квартиры в первоначальное состояние. И дальше мы обращаемся в суд. Подаем, естественно, на человека, который, ну не человека, а хозяина собственника, который повлек вот эти вот все события, и просим через суд уже получить свою компенсацию. Слушайте, такой вопрос к вам. Очень часто возникают аварии по вине самих коммунальных предприятий, там ЖКСов или каких-то еще компаний. Тогда у нас должен отвечать город, ЖКС. И смотрите, получается, что ЖЭК по вине ЖЭКа затопило квартиру, и ЖЭК должен прийти составить акт. И вы сами понимаете, что со всеми с ЖЭКа никто не бежит составлять акт, потому что, ну как бы, по шапке получат, если придется что-то выплачивать, людям что-то компенсировать. Они в любом случае обязаны выйти. Но не идут они. Ну не идут. Вот день и шли два. Давайте мы проговорим тот вариант, когда или мы кого-то привлекаем, или мы с соседями составляем какой-то акт. Очень часто бывает, что ЖЭК не приходит в таких ситуациях. Не то, что очень часто, но это такая политика у них. Их будут ругать, если так получится. Ругать-то ругать. Но мои практики не было такого, чтобы… Присоться в том, что они виноваты. Ну кто такое будет делать? Нет, ну обычно расписывается не тот человек, который виноват. Который виноват, находится в другом месте. Нет, а пришлют как раз те, кто должны были якобы что-то ремонтировать. Это как раз вот эти работяги, сантехники, электрики, которые… Ну есть соседи. То есть предварительно для того, чтобы составить, ну, для того, чтобы были свидетели на месте, что действительно протекало там в такой-то период и было разрушение. Дальше мы, естественно, собираемся, идем в ЖЭК, вот, и… С соседями все идем. Ищем, да. Сантехника, которая где-то там еще работает, скажем так, в других местах. Скажите, а до сколько реально от коммунального предприятия такого получить компенсация? Вполне реально. В коммунальном предприятии есть свои счета, есть заработная плата, и город отчисляет им на обслуживание и содержание этих домов денежные средства. Можем наложить арест на счет, и тогда это будет проблемой. Скажите, а вот у меня такое предложение. Если у нас будет такой вариант, позвонят люди, что по вине ЖКС произошло это, поможете нам разобраться в этой ситуации? Конечно. Вот, вот, пообещайте сейчас, потому что это действительно важный момент и принципиальный момент, показать, что можно с коммунальных предприятий требовать какую-то компенсацию. Я считаю, это же нужно. Вы же помните, какой был ураган, и деревья падали, и машины помяты, и протекли крыши, и затопило квартиры. Вы думаете, что-то кто-то где-то получил какую-то компенсацию? Никто ничего не получил. Ну, я сомневаюсь, что люди прям подавали на ЖКС и в суд. Ну, кроме там, допустим, заявления, жалоба, вот они ничего не сделали и все. Потому что этим надо заниматься. Это надо нанимать юриста и, извините, тратить деньги. А люди тоже не готовы морально. А вдруг не получится? А вдруг там что-то будет не то? А вдруг оно затянется? Вот поэтому люди сами спускают все это, а в ЖКС, в общем-то, выходит не в накладе. Хорошо, скажите, а вот подавать, например, эти иски, например, вот один сосед плохо себя ведет, можно коллективно или это не имеет никакого значения в суде при рассмотрении? Это не имеет никакого значения. Может подать один человек, все остальные могут просто написать какие-то свои пояснения или прийти в суд и в качестве свидетелей обрисовать свою позицию. Потому что чем больше будет сторон в исковом заявлении, тем больше будет судебный сбор. Это дорого. Павел, вопрос к вам. Еще один вопрос, который нас очень часто беспокоит, точнее вопрос, который людей беспокоит, а они пытаются у нас разузнать, как действовать. Очень часто сталкиваются люди с закладками наркоманскими. Вот у нас в доме закладки, у нас на детской площадке закладки, у нас шарятся наркоманы, я боюсь с ребенком выйти, я боюсь зайти в подъезд, что мне делать? Вот что делать в этой ситуации? Как привлечь, может быть, чтобы, может быть, полиция как-то? Ну, давайте вы сначала, а потом еще вместе попробуем разобраться. Конечно, конечно, обязательно обратиться в полицию, обязательно звонить на 102. Не будем звонить на 102, но эта ситуация абсолютно никак вырежется. Приезжает экипаж, на месте действительно бачит, есть закладка, нет закладки. По-перше, мы можем взять, так, эту адресу на контроль. Например, поговорить с теми самыми громадянами. Так, постійно вот такие предметы, такие особи. Я хочу объяснить, этот вопрос, он в том ключе, что именно соседи есть, проживающие в этом доме, они есть эти наркоманы, которым приходят, которые колятся, которые делают закладки. То есть, вот это еще причина. Давайте разберем закладки, да, а потом разберем такого деятеля. Закладки, обовязково, так. Вызываем полицию, опять же, ну принцип такой же. Принцип той же, мы иначе просто-напросто не принимаем. Хорошо, а как-то доказать, может быть, какие-то фотографии, видеосъемка, я даже не знаю. Звичайно, это все можно. Чтобы это веселее пошло. Это все можно до материалов, справа, вот так, десь видео из окна, они, как правило, так, мы уже знаем местя, где они делают эти закладки, стоишь из окна и просто собе снимаешь. Вот подошел, так, мой сосед, вот он забрал закладку, або вот тут он взял и укольчик собе в руку засадил. Так, вот эти все моменты. Обовязково, чем больше оцениковой базы, тем лучше. Но нам нужно, снова таки, приехать на место и сливить этого человека, так, чуть не за руку поймать. Вот закладка. А есть примеры какие-то, вот подскажите, например, примеры вот этой ситуации. Приклады, обовязково, люди, до речи, очень часто звонят на 102 информации, так, подозрела особа. Приезжаешь на место, дейсно, ця особа живе в будинку, так, в цьому будинку, ця особа живе в цьому підъезді. На представе цього виклику, так, ми можемо здійснити поверхневую перевірку даної особи. Здійсним цю поверхневую перевірку, бачим, що в нього там є, так, речовина невідомого походження, там, рослинного, будь-якого кольору немає значения. Не должна делать лабораторію? Обовязково, на місце, обовязково вже викликається слідчо-оперативна група, тому що, залежащи так, від обсягу цієї речовини, це вже може бути кримінальна відповідальність. На місце викликається група, яка забирає це все і надсилає експертизу. Обовязково вже проводить роботу з цією людиною, хто він є. І для чого йому ця речовина? Чи для власного споживання? Чи, може, в нього там є більші кількості, і він хоче десь, не дай би, продавати? А там стягнення вже більше, набагато, по кримінальній відповідальності. А у нас є, так, для лічного використовування ще? Ну, в принципі, так. За який не пострадає ніхто? Іди далі, потребляйте. Оця особа ні. Звичайно, вона пострадає. Є кримінальна відповідальність, так. І, знову ж таки, залежить від обсягу, так, там, до п'яти грам адмінна відповідальність, після п'яти вже кримінальна відповідальність. Тому що є різні ситуації. Одного разу, так, патрулюючи, там, екіпаж патрульної поліції виявив просто неймовірну кількість при особі цієї речовини. Це був сам, безпосередньо, закладчик. Той, хто ці закладки так розставляв по всіх кадрісах. Там, в районі 900 оцих пакуночків виявили при ньому. Смотрите, а сажають в тюрму цих закладчиків? Ні, звичайно, сажають. Знову ж таки, в яких обсягах? І як якась ситуація? Тобто, якщо з пакетом цих закладок, він йде, і його розповсюджені, і так, ну, йде там дітям продавати, ну, будьмо людьми. І, звичайно, такі особи сажаються. Якщо слідчий доведе. Якщо слідчий доведе, знову ж таки, тут патрульного... Ось це той случай, коли краще б ви не додавали, тому що стало німножко не так оптимістично, як до цього. Від патрульного максимальне що зафіксувати, зловити, дійсно є, і викликати слідчо-оперативну групу. Далі вже працює слідчо-оперативна група повністю. Євгений, такий вопрос, ще тож один із таких доволі часто задаваємих вопросів к нам – це не зовсім нормальні люди, які живуть по соседству. Вот сумасшедші люди, які там буянят, не просто там деруться в сім'ї, а вот она живет одна, сумасшедшая, там гадит в під'їзді, громко кричит, вливає помої в окно. Ну, це все, в общем-то, я цитирую сейчас вопросы, які нам задають люди. Вот я живу в одному домі, а в соседнем домі живет женщина, которая мені постоянно там впускає канализацию. Якщо цей человек невменяемий, сумасшедший, що з ним робити? Ну, во-первых, це административна ответственность, опять же, ми викликаємо поліцію і просимо поліцію зафіксувати, а далі ми будемо обращаться, не знаю. Скажіть, але щас ж таких людей принудительно не лечат, за неї должен кто-то платить, щоб поместили її в клінику? Нет, ну… Она никуда не денеться, а денег нет, все живет дальше. Медицина у нас все-таки бесплатна, і ми можемо просити через поліцію, все-таки, щоб його забрали і освидетельствували. Может быть, она действительно невменяема і подлежит стационарному леченню. А були такі случаи? Таких випадків також є, їх дуже багато. Цих людей бували випадки, просто зустрічаєш так на дорозі, самі вже стикалися, так і йдеш, і вот дійсно видно, що людина перебуває в стані… Не в себе. Не в себе, так. І тут один момент, який ми до відповідальності їх не можемо притягнути, тому що вони знаходяться або в стані неусудності, або взагалі не дають собі очоти, що вони роблять. Тобто, якщо людина психологічна хвора, адмінвідвідальність вона не підлягається. І в таких випадках завжди, якщо викликається та сама патрульна поліція, то обов'язково екіпаж патрульної поліції, дійсно, якщо бачить, що є всі ознаки, да, вважати, що людина не в собі. Так, обов'язково викликається спеціальна бригада швидкої допомоги, спеціальна бригада швидкої допомоги. О, що ти мені підказує, що вони не сильно їдуть. Ви знаєте, не то що готові з вами поспорити, їдуть. Так, обов'язково приїжджають, але не завжди забирають. О, тут якраз смисло в тому, що ви забрали. Приїхати, приїдуть, ну знову ж таки, і у всіх, знаєте, свої проблеми. А ми не маємо їх дотримати, а ми не можемо їх забрати і тоді. І тоді, і тоді, оце вже запитання, що робити з ним далі, так. Як ви заспокоїте цю людину, ну знову ж таки, тут працювати, навіть патрульним поліцейським, нас якими не були психологами, дуже важко. Ви повинні прийти на місце, визвати уполномочені групи, які повинні забиратися. Саме так, є випадки, неодноразово, що приїжджають, забирають, забирають там, наприклад, до ранку. Забирають, випускають? Саме так, і випускають. Наприклад, ну я не можу говорити про те, як там воно далі. Моя задача, яка, приїхала. Не, ну було так, що забрали, а наступний день вас опять вызывают, она буяне точно так же, или он буяне. Звичайно було. Що робити? Жалоба, і через суд признавати дійство неправомерним. Якщо сотрудники медицинського учреждення видят, що человек не в себе... Не об'язані ли сотрудники медицинського учреждення забрать і помістити, наприклад, в стаціонар на якийсь срок? Ну, вони должны в любом случае... Каку-то минимум процедуру. Я розуміюю, що нет смыслу забирати, якщо зразу відпустили. Нет, вони должны забрать, ну, якщо вже забрали, ми говоримо, ситуація. Вони должны установити, чоловік знаходиться в менюємому состоянию, чи нет. Можливо, він вообще опасен для общества. І прийняти якісь мери для його там ізоляції, можливо. Якщо вони його випускають кожний день і відбувається та жа сама ситуація, ну, извините, тоді людям треба жаловатися вже непосередньо к головврачу, і, не знаю, в поліцію, в суд обращаться для того, щоб побезти їх, і цього чоловіка ізолувати від общества. Ну, медицинське учреждення повинно встановити, що він, дійсно, невміняємий і опасен. Я так розумію, що якщо медицинське учреждення це встановить, то, в общем-то, їм потрібно їм займатися, і, в общем-то, діляти від, що ми не зрозуміли, він ненормальний, чи нам показалось. В тому проблема, що, як правило, ці особи, вони стоять на обліку цього самого медичного закладу. Тобто, цей медичний заклад знає, що от по такому-то адресу в них є така-то особа, і там, на що вона хворіє. Як правило, тому що ми можемо, да, по фамілії пробити, чи дійсно він стоїть на обліку, чи ні, чи навіть то саме вийти на зв'язок до того самого медичного закладу. Чи є такий на обліку? Так, є. Ну, от куди обратися, щоб повлияти на цю ситуацію? Я розумію, що я, може, ще раз цей питання задаю. Тобто, щоб цього чоловіка взяли і чуть-чуть полечили, грубо кажучи. Главврач. Главврач чого? Главврач психіатрической больниці. Там, де він стоїть на учеті? Там, де він стоїть на учеті. Тобто, забрасувати письмами? Забрасувати і требувати, предоставити інформацію, які дії вони совершили, що вони зробили з ним. Не знаю, якщо він напасен, то, допустимо, він не угрожав. Він не угрожав, або, як ми говорили раніше, якісь административні правонарушення, там, фекалий розкидують по дому. Це дуже частий случай. Я не знаю, що у людей в цей момент знаходиться в голові. Я не сталкивався, але я писав би жалобу на місці людей. Писав би жалобу і требував все-таки принять якісь меры. Якщо він такий активний, ну не знаю, уколити йому щось. Попроще було. Хорошо. Просто, в цей ситуації получается процедура какая? Ми вызываем поліцію, поліція вызывает скорую. У скорой є информация по этому человеку? Или, ну, должно что-то произойти, а вони где-то должны ее узнать? Как получить? Например, если быть уверенным, что, конечно, человек стоит на учете, то можно требовать. А как узнать эту информацию? Так это или нет? Я думаю так, что, если в швидкої, ну, знову ж таки, я могу только так думать, так? Если в швидкої есть информация, перебивается людина на обліку действительно, то в будь-якому випадку эти люди, мабуть, розумеют, кто вона, что вона и что нужно для того, чтобы как-то так успокоить ее. Если так лекари приезжают, и цієї особи нема на обліку, и видно, что ситуация критична, они обязаны сказать? Вот состоит этот человек на учете или нет? То есть, ну как? Вот люди вот вызвали и говорят, все, забирайте. То есть, человек со скорой помощи, врач, он должен сказать, да, забираем или да, не забираем, да, не состоит на учете, а она это нормально, это ненормально. Звичайно, лекарь должен забрать. Если действительно эта особа несет какую-то загрозу, суспільству обовязково, лекарь должен ее забрать для того, чтобы изолювать. Выхода больше нема. Мы не можем эту особу завести в отдел полиции, или в управлении. Там одна дорога. Само так. Так. Может, есть какие-то родители, выйти до родителей. К сожалению, эти родственники часто делают вид, что они совсем не родственники. Само так. Поэтому, кстати, у нас подходит время к концу, мы будем закругляться. Наверное, самый простой способ это все-таки договариваться с соседями, если уже крайние случаи, необходимо писать заявление и обращаться по инстанциям. К сожалению, только такая схема работает. Я благодарю наших гостей за то, что вы к нам пришли. И спасибо наших телезрителей, что были с нами. Спасибо за просмотр!